И снова всем привет, с вами Техномакс, это Проклятый лес, мы продолжаем, напомню у нас глава 4 должна быть. Так, это мы сейчас оказались над пропастью, капканы все еще валяются. Чего ты выглядываешь, она в прятки хочет поиграть что ли? Ёпта! Ни херай себе, какая жесткая ловушка, блин, сейчас бы расплющила до состояния блина. О, карта 4. Так, кто-то очень злой играет мелодию, пластинку тут на граммофоне, патефоне. А получается, мы вот пришли и табличка, если от нее смотреть, то тут опасность. Опять озеро с рыбой, озеро с еще более крупной рыбой. Как-то можно вокруг еще пройти, можно так пройти. А это что, стул топили? Стоять, может быть это вот эта речка вонючка, в которой туалет утопили, только с другой стороны. Ведро. Ну да, ловушки как всегда. А там я вижу, кстати, деревню и церковь на фоне шахта. Так, это уже интересно, куда бы пойти? Пойдем, наверное, сюда, с правой стороны начнем, вот так, раз, раз, вот сюда пойдем. Тут же, по-моему, тупик, я не думаю, что здесь можно пройти. Так, пропустите меня, давайте дальше. Не ори над ухом. И еще главное, заткнулось так резко, как будто и пасть закрыли. Ооо. Нифига себе яма такая, с шипами. Бидон. Раньше в таких молоко таскали. Я сам в таком таскал и воду, и молоко в детстве. Так, тут есть сохранка, давайте активируем алтарь очередной. Можно пойти куда-то сюда, в костру. Очередные ребра нас тут ждут. И записка. Одержимость и успех. Первые дни я встречал тела недавних гостей, но останки долго не задерживаются в этом месте. Через некоторое время они пропадают, возможно, тьма поглощает их, или же темная девочка забирает какое-то укромное место. Но погибнув здесь, словно стираешься с лица этого света. Кстати, я узнал, что для обратного ритуала необходимо собрать все останки жертвы, их поиск стал чем-то вроде игры для меня. Поначалу мне казалось, что я безумец, ведь я собираю человеческие останки, но теперь, глядя на них в моем мешке, чувствую себя словно коллекционером, наконец-то закончившим свою самую откровенную коллекцию. Находя останки, я все больше узнавал об этом месте, они были проводниками по страницам этой истории. Думаю, не случайно они находились в местах, играющих ту или иную роль в жизни жертвы. Также мне, наконец, удалось найти рунный камень, поиск его был действительно той еще головной болью. Еще выяснил, что огни в алтарях влияют на темную девочку, делая ее поведение более агрессивным. Но чутье подсказывало мне, что лучше затушить все алтари, дабы обезопасить себя, и чтобы ничто не мешало моему плану по созданию обратного ритуала. В последнее время я изловчился избегать темной девочки и оставаться незамеченным. Это становилось какой-то игрой, и я в ней преуспевал. Оставалось... осталось немного, и я остановлю проклятие этого леса. А может быть, даже получу доступ к сокровенным знаниям, или силе, которую хранили здесь люди древней цивилизации. Сама мысль об этом возбуждает меня и дает ощущение неуязвимости. Я точно не погибну в этом месте, я стал его частью и приспособился. Так, от уверенности до самоуверенности один шаг. И, по-моему, этот чувак сделал этот шаг. Что-то он стал больно самоуверенным. Так, и тут пришлось сделать склейку, потому что оно, сука, вылетело прямо здесь. Не знаю, с чем это связано, но, блин, никогда не думал, что крайн-энжин может вылетать. Чё за нахер? Откуда оно берется? Да-да-да-да, двойные капканы пошли. Пиздец, чё дальше? Десятерные. Так, берег озера. Ну и что? Тут типа можно проплыть? Карта. Ну да, тут типа можно срезать на ту сторону, а можно пойти аж вокруг. Хотя, стоп. Это вот здесь мы находимся. А здесь что? Это... Так-так-так, ну-ка, а если здесь проплыть по краю? Нас убьют, нет? Тут есть ещё один алтарь, который мы зажжём, ведь алтарь разгоняет тьму, если мы помним. Правда, девочка разозлится, но тут уж не наша вина. О! Пугало в лагере. Здорово. Так, ёбну сейчас, блядь, улетишь рыбкой вниз. Кстати, ещё один алтарь и ещё одна записка. Неплохо так. Он уже перестал пугаться костра потухающего, наш герой. Новый мир близок. Последние недели были очень напряжёнными. Мы начали подготовку ко дню, когда всё изменится. Работа сильно усложнилась из-за Яна и нескольких других жителей, которые проявили сомнения к нашим планам. Пришлось отправить нескольких людей для слежки за ними, дабы они держались подальше. К сожалению, из-за занятости почти не могу навещать Сару. А мне так хотелось бы проводить с ней больше времени. Понимаю, что причин для грусти нет, ведь Сара никуда не уйдёт от меня. Когда ритуал будет завершён, мы будем проводить меньше времени вместе из-за миссии, которая уготована ей. Но она будет счастливее. Я исправлю свои ошибки и дам моей дочери выпорхнуть из гнезда. Я не буду больше её контролировать, а позволю ей быть свободной и улучшить наш мир. Но что-то пошло не так. Так, нужно сейчас аккуратно пуститься. Так, а что это за значки такие? Блядь, вот же сука. Блин. Не понял. Так должно было быть. Это то, что внутри волтаря скрывалось? Этот, короче, браконьер пугало. Он с динамитом приплыл, приехал. Пробу глушить. Так, эта удочка не берётся, да? Ну, что это даёт? Странно. Ой. Что произошло? Ничего не понял. Алтарь взорвался? Или... А, вода стекает? Похоже сейчас... Водоворот. Так, мы что-то сделали и вода стекла. Ладно. Сейчас подойдём поближе. Я надеюсь, этот алтарь не взорвётся. Прикольно. Выдернули пробку. Ну, всё, мужик, не видать тебе рыбы. Тут плотину, что ли, прорвало. Так, карта, пожалуйста. Ну да, здесь можно вот пройти. А можно было пойти по кругу. И мне интересно, что там. Давайте сходим, посмотрим. Почему бы нет. А это у нас сюда. Под ноги, под ноги смотрим. Ловушки. Капканы. Вся фигня. Всякие ямы могут быть на дороге. Вообще, по лесу ходить, писяц, опасно. Ну, это слишком очевидный капкан. Это тоже слишком очевидных. Два капкана. Бля, что это было? А, это была яма с шипами. Нифига себе. Вот это, блин, призрак просчитал. Такой красивый вид, если бы не мыло. Так, осторожно. А, мы обратно пришли в лагерь. Это как, подождите, я не понял. То есть, это типа, все? Карта. Вот отсюда мы пошли. Вот здесь были отмечены ловушки. А вот это что? Это вот этот лагерь, который мы сюда пришли сейчас. Ну, все получается только через высохшее озеро идти. И, кстати, есть какой-то костер. А он находится с этой стороны, да? Блин, что, тут карта такая. Не три хода выхода. И, кстати, если мы уже возле лагеря, проще вернуться через лагерь, чтобы капканы эти не обходить. Обиделся и ушел. Ну, извини, мужик, не надо было рыбу глушить. Динамитом, блин. Тогда и пробку я бы не выдергивал. А так, все. Лови, как нормальные люди. На удочку, на спиннинг. Так, сохранимся. Раз он ушел. Отметим, так сказать, это событие. И можно посмотреть, так, а костер это был вот тот, видимо. А тут есть чего-нибудь? А-а-а. Тут разрушенный мост. Понятно. Ну, все, идем дальше. Что на месте-то топтаться? Тут, кстати, ощущение, что был какой-то тоже древний мост. Его остатки вот лежат. Что это? Почему все такое резкое стало? И черно-белое. Нас в телевизор переносит, что ли? О, олень. Подожди, олень, не торопись. Я же не успеваю за тобой. Такой быстрый, блин. Быстрый и страшный. Колесо от телеги. А, деревня. Вот она. Вот она, деревянная деревня. Прикольно. Так. Я уже смотрю везде, блин, на ветке, не на ветке. О, еще один дом, кстати. Ну, да. Заперт в доме, как это? Один дома, блин. Следующая часть. Церковь. Опять туалет над пропастью стоит. Вообще офигенно, блин. Как птичка, ага. Как птичка, как слоник, скорее, отсюда. Туда все свои дела делаешь. Блядь, жители деревни, по-моему, должны были головой вниз опустить хозяина этого туалета, прямо в туалет. Так, давайте пойдем в дом, потому что там дальше тропа продолжается, а тут явно тупик. Девочка, а ты здесь? А, то есть нас приглашают прям зайти, да? Это что это такое? Сапог, серпом? Не, я слышал, конечно, выражение, как серпом по яйцам, но как серпом по сапогам такого я не знаю. Ножовка. Не, я сначала, прежде чем заходить, я посмотрю. О, нифига себе. Кто-то портрет разрисовал. Да, там все портреты разрисованы. Причем жутко так. Как бы раньше усы подрисовывали там, да, портретом. О, пугало, тут для тебя новый комплект одежды. Если он придет, то ему будет во что переодеться. Так, ну там мы были. Да. Ну, блин, придется в дом заходить, а так не хочется. А надо. Но я загляну во все окна. Может, скример, где поймаю? Музыку, что ли, заиграла, ну. Ладно. А что тут делает камень? Блядь! Ни хуя себе. Там чисто лежала картинка предупреждения для тупых. Типа, тут летают виллы, тут кидаются виллами. Не, блин, надо было стоять и смотреть, пялить. Я попробую проскочить это место. А где виллы-то? О, прилетели. Ах ты, сука, а ну стой. Что там виллами, блядь, кидается? Я сейчас покидаюсь. Стой, падла. Уже куда-то чухнуло. На хераси, блин. Полный лес, сука, чангачгуков. То виллами, то топорами кидаются, блядь. Я понял, это индейская деревенька где-то в русской глуши, да? А вот еще одни виллы. Боезапас. Тот. Блядь! Граммофон ебучий. Так-то нихуя себе, да? А, то есть типа не открывается, да? А, сейчас будет страшно музыкой играть из граммофона, я понял. Какие-то демоны. Черти. Хе-хе-хе. Ну, тот, кто разрисовал эти портреты, блин, разрисовал. Хоть и просто, но достаточно талантливый. Выглядит стрёмно. Девочка. Блин. Так, кто-то играл на граммофоне. А. Мы еще один камень нашли. Интересно. Так, ну, сейчас на выходе нам вломят, да? За то, что мы камень взяли. Э, привет. Заглядывает в окна. Чего в окна заглядываешь? Заходи, не стесняйся. Кровать большая, вдвоем поместимся. Иди нахуй, блядь. Сука. Какая страшная, блядь, бабца. Где я с тобой на одну кровать не хочу ложиться? Иди нахер. Блядь, да никого нет дома, заебало. Ты сначала пугаешь, а потом стучишься. Ебануто. Э. Тебе музыку, что ли, включить? Такая не включается. Все, никого нет дома, потушили. А. Тьма. Блядь, тьма наступает. Вырубило свет. А что вот этот темный туман такой, а? Блядь. Ну это пиздец. Э. Че такое? Ой, какая добрая. Ну вообще прям. Так, она опять открыла дверь, да? Я, наверное, второй скример не заметил, который был со спины. Так, это че такое? Это ж не пиво вроде. Ситро какое-нибудь. Ну, короче, она перепила явно. И че-то ей стукнуло в голову. Ты че, блин, бегаешь тут? А ну нахер, там стремно как-то. Может быть вернулся, посмотреть? Я ж дурак, я пойду посмотрю. Ах! Понял. Все, я понял, я понял. Она все еще здесь. Пощечину залепила, типа, куда идешь? Хе-хе. И опять заиграла. А ты там? Где она? А если в окно заглянуть сюда? Ну никто там на граммофоне не играет. А я бы на месте авторов сделал, там, скример в окне. Ладно. Сохранение у нас прошло. Теперь. Так, это вот был дом вот здесь, да, получается? Тут был туалет, и мимо него нужно идти дальше. До шахты. Но тут есть еще какой-то путь. Так, закрыть, закрыть. Ах! Э! Нихуя себе. Наступил на грабли. Достижение грабли, спасибо, я уже понял. Надо же смотреть под ноги, а вот так реально по деревне бегаешь, блин, раз на грабли наступил и получил полбу. Что это за место такое? Ну-ка. Запишемся. Ну, тут все понятно. Тут обрыв. А тут что-то есть. Наверное, это шахта с другой стороны. Мосты обломаны. Вообще никогда не понимал таких мостов. Над пропастью, блин, деревянных. Вот таких на балках. Обычно веревочные натягивают, как бы. Ну, или на тросах, там. В современном мире. О, медведь! Здорово! Вместе до конца. Так, это же не наш медведь. Нафиг нам медведь? Ну-ка, подожди. Милый мишка, мягкий. Милый, дружелюбный. Неплохо. Так, идем. Обратно вернемся. Сейчас обойдем дом с той стороны. Интересно, а если наступить на грабли с той стороны? Нет, с той стороны не бьет. А должно было по затылку прилететь, по идее. Ну, ладно. В играх не всегда нужно искать логику. Порой лучше не искать. Еще какой-то лагерь. Опять тут этот пугало сидит. Батя ешный, да? Да что это за выбросы такие сталкерские, бля? Может быть, пора убежище, блядь, искать? Епороста. И ведь совершенно видно не было. Так. Ну, просто костер. Вообще, место прикольное. Скала такая сверху нависает. Хотя, оно продувается с двух сторон, даже с трех. Поэтому тут вряд ли тепло, даже с костром. Вот где-нибудь вот тут было бы тепло с костром. Место закрыто. Так. Шахта. Понятно. Сейчас посмотрим. Сначала глянем здесь. Что в лагере есть-то? Записки есть какие-нибудь? Нет. Записок никаких пока что нету. Так. Карта. Получается, от шахты есть вход еще ниже до второго дома. Блядь, а что за деревня одного человека? Тут эта девочка в каждом доме что ли жила? Ну да, демоны с костра, там, все дела. Черт убивающий людей. Это все мы видели. Бешеный олень этот. А эта толпа собралась пизде одного черта. Так. Я хочу посмотреть на скальную живопись. Утопленные табуретки. Это люди впервые увидели цунами, наверное, или извержение вулкана. Тут как бы без цвета не поймешь. А, это он кинул спичку, типа смотри, что сейчас будет. Тут ба-бах, в костре баллончик какой-нибудь взорвался. Так, ну, пока ничего не понятно. Идем пугаться в шахту. Не надо только потолок на меня рушить, алло. Ну да, я понял. Это пещера Бэтмена, тут летучие мыши обитают. А вот это пугало, наверное, и был Бэтмен местный. Возрождение. Сара напугана, она не понимает, что к чему. Но я не виню ее, она всегда была наивным ребенком. К счастью для нее, я всегда знал, что нужно делать. Благодаря мне, после постройки железной дороги, мы остались в этом месте. И найдя эти старые раскопки, я слышал голос, который ввел меня и помогал мне в принятии решений. С помощью голоса я смог узнать о ритуале, который спасет этот мир. Моя дочь Сара станет нашим маяком надежды. После ее перерождения, именно она и ее чистота смогут переписать этот мир, исправить все ошибки, которые тянули его в бездну. Я пророк, а Сара наша надежда. Совсем скоро результат моего труда возрастет, и плод наших общих усилий улучшит весь мир. Ага. Ну ладно. Поверим на слово. Хотя че верить? Тут и так пиздец уже произошел. Че-то мир как-то не особо-то улучшился, я смотрю. Все мосты разрушены, как минимум. Сохранено. Так, другая сторона моста. Нам предлагают дорогу, по которой пройти, вроде ничем не отличаются. А, вижу, вижу, да, висит. Понаделали, блян. Давай. Делай хлопусь. Че, не? Это выход к реке, просто ничего интересного. Давай. Вот, вот, другое дело. А то ж, сколько упрашивать, блин. Первый хоррор, где нужно упрашивать скримеры, чтобы они появлялись. Че-то они тут не часто хотят пугать. А-а-а, это тот самый разрушенный дом, который мы видели с той стороны. Вон оттуда. И там что-то стрёмное. Это совсем заброшенный дом, прям вообще страшный. Ладно, сохранимся. А-а-а, капканчик. Так. Ключ, конечно же, в доме, да? Ну, там есть записка и сарай какой-то. Побежала. Э, спортсменка, ты че тут носишься, блин? Ты осторожней бегай, а то я на грабли уже наступил. Как наступил, блин, как получат полбу граблями. Кстати, да, прикольно, что можно подойти и с этой стороны к сохранению тоже. Это удобно сделали. Ведро. Это оно помятое не после нашей головы, случайно? Во второй главе. После яблочек. Че это такое? А-а-а, это очередной рунный камень. Так. Понятно. Предстоит веселое путешествие. Давай. Интересно. Ну-ка, погоди. Я скример не заметил, блин. Тут скримеры какие-то немножко неявные, что ли. Если бы... А-а-а. Открылось. Типа, хочешь пройти дальше? М-м-м. Типа, нас прям приглашают. Не, подождите, я сначала ворота открою, ну нахер. Потом, когда мы будем убегать, это может сыграть решающую роль. А-а, это ключ был не от этого замка. Занятно. Рунический камень еще один. А-а, что это за ключ был такой? Это была наебка, что ли? О! Э-э! Туда можно выйти. А что там тогда? Красная. Вы, блядь. Пиздец, подвал старого дома, ушатанного в дрова. Живучая игрушка. Я пытаюсь предупредить его, но он не слушает меня, даже не пытаясь услышать. Самоуверенность затуманила его разум. Он сам того не ведая, действует по плану того, кто в тени. Если ничего не предприму, то ситуация будет необратимой, но у меня недостаточно сил. Я не могу справиться со всем этим сама. Эта игрушка мне уже осточертела. Его эго и излишняя самоуверенность действуют подобно скрипу стекла. Кукловод не дает мне сломать эту игрушку. У него на нее особые планы. Эта игрушка считает, что справится и станет особенной. И в тот же момент сама бодро шагает на виселицу, не представляя, какая судьба ее поджидает. Скорее всего, кукловоду даже придется отпустить меня, когда игрушка впишет себя в уготовленную для нее роль. Хотя я и хотел бы отдохнуть, но увидеть его муки мне хочется сильнее. Я не дам кукловоду доиграть затеянную им игру. Он нотнил у меня слишком многое. Он думает, что подчинил меня, как папочка. Но мой гнев, на который он рассчитывает, по иронии позволяет мне вырываться из его оков. Пора и мне отнять у кукловода кое-что. Придется сделать это тем методом, на который у моей лучшей стороны не хватает духу. А-а-а. Понятно. То есть Сара хочет нас прикончить, чтобы мы не достались к какому-то главному черту. Что-то для призрака шаги-то тяжеловаты. Да-да, крысы. Это просто крысы. Топают с бешеной дурью. Топают с бешеной дурью. Так. А ну-ка, спокойно. Бля. Пятый элемент. Нифига ты, блатная, на картонах сидишь. Семок нет. Прикольно. Прикольно. Не, нормально так. Спихнуть она спихнула. Причем шандарахнулись мы башкой, судя по всему, до полной бессознанки. Но при этом она за нами смотрела и ничего вам не делала. Какая она странная. Попробуй пойми, что эти бабы хотят. Ну, что ты хочешь? Что это ты там? Чем это ты там шевелишь? Не надо. Я не из таких. Э, блин. Че ты тут, блин, расставил ноги, блин, с ключом? Из вращуга старый, блин. А как взять рунический камень? Наверное, с той стороны. Сидит, блядь, как на приеме у гинеколога. А камень, может быть, берется за забором там. И надо было бы сохраниться, прежде чем идти дальше. Так, у нас есть какой-то рунический камень, элемент ритуала. Скелет. Почти целиком, кроме черепа. Ну да, череп это всегда финальная часть. Анатомической головоломки. Так, сохранились. Пойдем заберем камень. Кстати, а как до него добраться? Подождите, это... А... Дом обойти, что ли? Ну, тут-то закрыто, как бы. Остается только обходить дом. Я что-то не подумал сразу дом обойти. Посмеялась. Короче, это наебка была. Вылезла. Ну и что-то... Типа смешно, да. Крыса прыгнула, чё? Бля, ну ладно, я понимаю, призраки людей, как бы мы это видели в разных хоррорах, но призраки мышей. Такого я еще не видел. Ну ладно. Занятно. Спаситель, часть первая. Я проснулся от души раздирающих криков, кромешная тьма вокруг, животный вой. Все поселение было поглощено в этот вальс безумия. Я все еще сплю? Сара, ее нужно найти как можно скорее, надеюсь, что этот ужас еще не добрался до нее. Во время поиска Сары я наткнулся на ребенка, ему было от силы лет 10. Я прежде не помнил, чтобы в поселении был кто-то моложе Сары. Этот ребенок казался нереальным, точно так же, как сумасшествие, творящийся вокруг. Я не мог бросить его одного. Мальчик был напуган и беспомощен. Говорил, что жил с матерью, которая была похищена неким темным существом. Он называл это существо духом леса. На мой вопрос, жив ли отец, посмотрел на меня непонимающим взглядом. Как бы я не хотел найти Сару, я не мог оставить ребенка одного. Поэтому решил сначала вывезти его из этого проклятого места, а затем вернулся за Сарой. Пока мы шли, я звал ее, надеясь встретить по пути, но мальчик умолял не делать этого. Дух леса найдет нас. Не кричите, повторял он. Когда у него началась истерика, мне пришлось перестать. Кто этот дух леса? Похоже, бедный мальчик от страха нафантазировал себе не весь что. В любом случае, необходимо поторопиться. Ну да, есть же такое выражение, что дети видят гораздо больше, чем взрослые, только не могут выразить словами. Сарай очередной. Так, за любопытство нас покарают, нет? Странно, но нет. Так, мост не надо обваливаться. Бля-то, конечно. Бля-то, конечно. Бля-то, конечно. Бля-то, конечно. Вот это прикол. она нас спасла улыбалась, блин я бы очень хотел увидеть ее настоящую в конце, не в виде вот этого призрака черного так, ну опять динамит какая-то подземная пещера интересно это кто-то учился рисовать смайлики это типа не знаю, блин для дискорда что ли, новый набор смайликов такой, да перечеркнутый хоррор забавно, что я могу сказать так, ну это получается у нас уже глава 5 то есть последняя нужно сохраниться найти бы еще где, а вот автосейв и там у нас выход явно наружу тогда здесь мы и закончим всем спасибо за внимание с вами был Техномакс это был The Cursed Forest всем до новых встреч всем пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok